ой я там тоже накрашенка конечно я какая-то другая красивый нос всем привет привет всем привет девочки так подождем пока все соберутся я обещала вас познакомить с леночкой помните если что-то интересна какая-то тема предлагаете мы обсудим ее сейчас а пока подождем пока соберется нас побольше народа всех рада видеть мои хорошие она не может так надо может бы другой фильтр и не ответ волос нравится казахстан здравствуйте вы цвет волосом и вообще отпадный так ребята но в этот раз помогал мне муж наносить все я щас наверное без пятен но получилось милирование кстати где-то поярче где-то посветлее очень прикольно получилось да я покрасилась но не покрасился тонировала танец как это бальзамом до лучезарные девочки спасибо большое так ну что нас немножко собралось все человек уже хочу вас познакомить с леночкой лена очень интересный человек встретился мне в жизни а я когда встречаю очень интересных людей стараюсь с вами ими делиться вам очень спасибо вот лена расскажи кто ты больше объяснить сможешь да да всем привет так немножечко себе расскажу я прошла очень интересный путь от вегетарианки до вегана до сыроеда сейчас я нахожусь на очень интересном питании это соки вот в определенный момент времени у меня стали открываться интересные видения видения я всегда конечно такая была из детства немножко чуть чумовая такая чудная но после того как начала заниматься собой и своим питанием когда начала глубже заходить и слушать себя у меня начали открываться интересные способности принципе вот на фоне которые дам и познакомиться вообще надо рассказать про вашу встречу как можно да можно как вам познакомиться но это вот если будет вдруг интересно потом расскажет вообще я занимаюсь и разносторонняя такая и вижу очень многие вещи которые не видят ну я называю ты с тонким метро сантим план да тонкий план тонкие тела то есть а те вещи которые мы не умеем чувствовать то есть когда мы живем вот просто существуем да я так называю когда мы живем а существуем этого не видим и не слышим когда мы начинаем проникать в себя и начинаем себя узнавать мы уже открываем в себе какие-то более более четкие вещи начинаем чувствовать подключаемся к источнику который нам как-то направляет нас и говорит куда нам двигаться вот и сейчас одним из направлений моей жизни является помощь взаимодействия с людьми которые ко мне приходят сейчас это происходит все чаще и люди приходят все более интересные сейчас такая тоже идет тенденция в мире очень много народу которые начинают вставать на путь просветления просвещения духовности занимаются духовными практиками вообще сейчас это очень популярно да во первых это такой тренд да очень много у нас сейчас веганов вегетарианцев тех людей которые занимаются питанием также тех людей которые занимаются не только какими-то вещами связанными с питанием но и просветление медитации ощущение себя какие-то медитативные практики еще более глубокие нежели медитации ясные сновидения в общем если даже набрать в интернете таких людей это очень-очень много а что у тебя как как ты начала замечать что у тебя какие-то открылись какой-то открылся да что ты начала чувствовать больше ну например тех людей например которых нет да как они к тебе начали приходить как ты вообще это начала ощущать вообще изначально я начала с того что я начала руками учить то есть я встретила интересного человека тоже девушку которая уже протяжении 15 лет занимается этими вещами которая лечит людей вот и она открыла вам эти способности сказала что ты тоже можешь сначала я работал руками сейчас я понимаю что в этом нет необходимости я могу взаимодействовать с человеком открывать ему считывать его да считывать это поле а вот на расстоянии же можешь или тебе обязательно в ней летится все нет мне не обязательно мне главное поддерживать контакт то есть мне него даже не обязательно его видеть это работа с тонким телом когда ты подключаешься просто через на тонком уровне ну не нужно знать дату рождения ничего просто не можешь поговорить по телефону и с человеком уже начинают работать работа да да именно так то есть ты просто подключаешься к его полю и ты можешь читать его ну я делаю это не со всеми и не всегда то есть тогда когда есть необходимость просто так как говорится по беспределу войти в сознание человека и в поле у меня нет возможности только после того как я как я получу разрешение от этого человека или просьбу только после этого я могу им помочь я хочу вам сказать что у лены нет инстаграм почему мы ведем вот такой прямой эфир потому что она не ведет светский образ жизни именно настолько да а познакомить я хотела то есть я может потом конце вам оставлю номер телефона у нее она не зарабатывает этим нет никакой такции вот так вот да то есть человек делает это на каких-то добрых парах хочет просто помогать людям если ей идет это дар даром нужно пользоваться обязательно вы сами это все знаете вот и ну какие то вопросы можете позадавать вот как с вами связаться ставим вам номер телефона в конце прямого эфира я сохраню эфир обязательно и оставлю номер телефона это считается третий глаз и вот я тоже объясню есть такое мне не такое и сновидение есть есть и знание у меня есть на знание на иногда я вижу картинки но больше я знаю то есть мне не обязательно пишут сколько стоит услуга девочки на свое рассмотрение да вообще просто и там нет никакой таксы абсолютно как комфортно я всегда расскажу с моей точки зрения то что как бы испытала я и еще моя одна подружка то есть есть какие-то блоки которые она видит где-то она залазит даже подсознание и трогает какие-то такие моменты которые никто не знает и получится что снимает нас направляет на правильный путь то что я вот увидела а вот как это все изнутри работает расскажи просто ну совсем наверное по-разному интересно то что я до конца сама нет нет определенной тактики нет определенных инструментов как это происходит то есть ты я просто вижу что у человека я вижу его блоки до его какие-то внутренние проблемы я вижу больные органы я чувствую их то есть мне не обязательно там прикасаться руками к органам я могу сразу читать и посмотреть что у человека есть какие у него есть вопросы какие есть болезни чем они связаны у нас же каждая болезнь она происходит не просто так в теле каждая ситуация которая у нас течение жизни происходит с самого детства даже не только с детства некоторые блоки некоторые болезни тянутся еще с прошлой жизни я надеюсь что тема реинкарнации всем знакомы да кто здесь я думаю тоже это достаточно популярная такая сейчас слово реинкарнации многие уже знают что это такое если если есть необходимости я объясню так есть вопросы вы можете определить черты характера по лицу я могу их определить не не по лицу ну то есть просто ты считываешь ну можно можно сказать и так да то есть глядя на фотографию можно сказать какой человек на меня переключились вам помогла лена смотрите я за такой сильно по вообще на мне очень много глаз вот вот что только чего она с ума сходит периодически встречались со мной потому что но так как я общаюсь и в instagram и в виду социальный образ жизни публично публично да у меня из-за этого очень много как и хорошего глаза на мне так плохого знаете всем нравится не будешь то есть негатив тоже скапливаются где-то меня она меня простимулировала чтобы я отказалась от мяса сейчас после нового года и не ем мясо вообще себя прекрасно чувствую и думаю что я на год пока у меня не появится малыш да и пока я там не забеременею если мне только пропишут этого и что нужно есть мясо тогда только буду так в принципе очень хорошо себя чувствую вот и где-то да она где-то как и психолог может мне подсказать я очень много беру на себя очень много в моей голове на самом деле я человек который все время думает обо всех думает мне везде все надо это тоже мой бич на самом деле и где-то подсказывает ну то есть у меня в принципе такой сильной проблемы в жизни нет из-за чего я могу обратиться есть людям которые все посложнее вот но я не буду говорить кто из моих знакомых тоже приходила и очень сильно помогла ли она я не могу афишировать это все потому что это индивидуально это и вообще-то ее дело на захочет расскажет когда-то вот она тоже публичный человек поэтому вот так продиктуйте номер пожалуйста все оставлю потом в конце под видео да вы можете задавать интересно интересующий вас вопрос можете прямо сейчас что вас интересует правило мой брат погиб дтп мы с мы сомневаемся что он было за рулем можно 6 лет мучаемся можно как-то посмотреть это это связаться на дополнительные это на здесь это это не на прямом эфире смотрите ну и чтобы связаться с вашим братом то есть который погиб ты же можешь дано она связывается тут не то что связаться нет это так не работает то есть мне нет цели это достаточно глубокий вопрос связаться с какой-то душой у нас нет таких возможностей все что происходит там фильмов да вот как говорят там душ вызывает душ или то что делают какие-то виду не это шарлатанство всем так проникнуть туда я не могу это беспредел называется но может прийти к тебе может я могу просто посмотреть что с ним происходит опять же душа про она уходит не просто так и даже то же самое самоубийство происходит в определенный момент времени да это выбор безусловно это выбор человека но это то это такой момент когда человек должен был уже уйти душа душа уже должна была уйти и вполне возможно что душа она уже реинкарнировалась и она просто ну она не может ко мне чисто физически прийти потому что она уже в другом сосуде находится сказать какие-то вещи возможно если будет опять же такая информация и тогда нам не надо все знать может прийти а может не прийти да то есть неизвестно начать сюда да чаще всего то есть я получаю вопросы ответы на вопросы людей и я могу помочь судя по всему если есть необходимости если есть такой вопрос у человека то ответ придет в любом случае придет осмотрена ты может быть вот тебе позвонили ты по телефону поговорила с ними дату воню конечно видеосвязь видеосвязь да ты уже поймешь все равно за это деньги никто ничего не берет это будет как и знаете как диагностика там уже пойдет или придет информация наверно так же ну да но опять же вот по поводу плата говорят что там деньги деньги слово бесплатно как я говорю всегда бесплатно на разберите его бесплатен то есть это такая немножечко не совсем грамотная позиция за любой труд все равно должна быть плата я считаю что это правильно у меня нет определенной стоимости но как кармическая какая-то водка кармическое взаимодействие грамотная бен энергии деньги же тоже энергия конечно да то есть какой-то donation он прилететь все равно это будет приятно не только и благостно скажется не только мне но и человеку которого от которого это пойдет главное чтобы это было души поэтому нету там фиксированной стоимости и есть люди которые хотят на этом заработать у них есть бешеные таксы и да и они ставят чтобы там ну все по-разному поэтому не воду вас и знакомлю потому что она мне нет цели да она работа денег на это она может помочь смотри если есть проблема вы помогаете смотря какая напишите хотя бы немножко какая проблема я бы хотела с вами связаться так потеряла себя уже как пять лет ну вот это вот и наш это и нашу дема это и эти надо вас найдет поверьте мне то она сама себя найдет после того как со мной пообщается сама себя найдет когда жуткие депрессии когда у человека вот я могу вам сказать после дома 2 у меня очень много было негативных как присосок что ли на меня сидела и я в разорванном чуть-чуть состоянии было конечно не елена очень сильно помогла не могу сказать что мы прямо надо мной сильно работать я если я и сама помогала ей потому что я хотел от этого избавиться тоже медитации тоже работа над собой но конечно иногда нужно дать мне пинка под полу иногда это нужно всем да ксюша вы здравствуйте вы верите в это что говорит ваш гость конечно верю я испытала на себе все и поэтому знакомлю вас день вы можете проверить трассе как можно к вам обратиться но опять же знаете тоже очень много я я не кричу об этом на весь свет а там какая что это мое было желание и его представить людям такое глубокое скорее всего чувство да и глубокие какие-то вот мои знания которыми я вот сейчас я готова ими делиться раньше нет потому что были моменты когда мне то есть у меня есть дар я что-то вижу я могу сказать а человек незнакомый смотрит на меня и недоумевает откуда ты это знаешь и когда ты начинаешь это объяснять поэтому тут есть тоже тонкая грань и я не трублю об этом и если у вас нет доверия ко мне и нужно ко мне конечно проверять меня конечно конечно не ли нет цели наживиться нет цели получить от вас что да как-то вас там крохоборство девочки это мое сугубо личное мне желание было и я где-то настояла чтобы я ее представить у человека нет инстаграм я вернула со своей стойкой чтобы ее просто с вами познакомить вот и все все спасибо что ответили на мои вопросы желаю здоровья спасибо добрый вечер сочи с приветом калининград хорошая жизнь не помогаете личной жизни помогает то есть вы имеете ввиду найти мужа или нет я думаю что она вряд ли да как мы как как помочь вообще менять мир она поменяет вам голову знаете что вы не думали когда я не могу я не да вообще не то что я не то не может никто приворожить там или сделать другое что делать мужчину нет нет можно ворваться как говорится вот одно из моих сейчас любимых слов по беспределу когда есть женщины темные есть мужчины темные вообще все кто работают с атрибутами все кто работает с какими-то вещами связанными там со свечами не знаю пубными все что вы видите по телевизору вот этот битвы экстрасенсов прочее я считаю что это идет все-таки снизу да это бесовская умение атрибутов мнение моему а мой максимум мой максимум это вот пирамидка которая стоит у меня чисто каменная каменная до из камушка пирамидка которая стоит у меня вот комнате но она больше является я вообще начнем с того что я геолог по образованию значит да все про пирамиды дали рака мне вот мне просто очень понравилось но мне сделали такой подарок этому максимум и я ей не пользуюсь я ее никуда не прикладываю я там не как-то ничего я тебе больше скажу мне такая же пирамидка да да я думаю что нам подарил ее один и тот же человек я купила так как привлечь удачу наконец-то в личной жизни изменить себя да я всегда говорю на если вы хотите что-то изменить своей жизни и начните все себя девочки все очень просто не нужно перекладывать на как на кого-то на гадалок на человека который должен вас сделать счастливой трясти говорите почему-то меня почему это меня не сделал счастливым вам ничего не должен стать и счастливы сами когда вы изнутри начнете счастливы у вас просто глаза начнут гореть жизнь и мир поменяется и люди поменяются вокруг так я могу вам отправить свои фотографии фотографии не надо можете позвонить на видеосвязь для чего да сейчас 2 21 век видеосвязь вы пообщались она увидела вас понял поняла получится не получится у вас поработать все я все оставлю так вы видите будущее нет его никто не видит него нет предусматриваю его нет его нет поймите одну простую истину у нас нет будущего у нас есть один момент очень классная песня есть старый есть только миг между прошлым и будущим именно он называется короче надо лежит здесь и сейчас будущее не видит никто я вам больше скажу ни одна гадалка не одна картежница ведьма там виду не я не знаю вам никто не скажет ваше будущее таксюша ты ешь мясо что нужно кушать ты не ешь на сегодня я приготовила себе перловую кашу посмотрела сколько там всего полезного и я кстати разделила себе просто перлового мужу а мужу тушенка сделала на просто в металл сказал что безумно вкусно я пытаюсь заменить то есть я белок получаю из орехов ну вот и вот сейчас перлоку сделал потому что она реально там очень много всего не полезного по поводу белка фасоль ваш ну я занималась нутрициологии тоже увлекалась ну вот когда начинала только свой путь я сначала было вегетарианцем потом я постепенно постепенно и очень 33 года я шла в таком тайне который мне есть сейчас но в этом тоже надо отдельно наверно так смотри сколько дашь но но много халявчика ведь смотри но она имеет в виду вот тебе позвонили например ты поговорила не ну все спасибо до свидания смотрите карма есть существует карма понимаете от нее мне мне все равно это придет через одни да от нее ничего не будет у нее у нее канал уже отработаны у него с другого канала придет а тот человек который просто как бы ну как по простому кин там позвонил все все по максимуму это как украл я украл конфетку заплатишь там как за торт понимаете по по жизни потом с другого ресурса еще по-другому скажу по мне не пускают людей которые нуждаются то есть они просто не не пускают имеется ввиду у нас не получится с ним встреч человек который там захочет ну как и там что проверить еще что-то он просто не пройдет так последние пять лет все время болею все потеряла что происходит не знаю ну вот это тоже интересно мне кажется для тебя где-то может быть не туда стукнуло это надо это надо глубоко смотреть надо посмотреть кстати девочки я еще хочу сказать еще один у меня был случай можно расскажем вот у девочка очень много лет болела вегетососудистой дистонии какие поставили в больницу то есть она обошла всех докторов вот у нее просто паника включается не может выйти из дома она не живет это продолжалось много-много-много лет много-много премного и человек просто потерял уже интерес к жизни на самом деле когда ты все время в каком-то прибываешь состоянии тревоги до тревоги когда тебе ничего не хочется тебе раздражают дети все раздражает все летит там тарарам вот пожалуйста она больше без транквилизаторов она спит нормально все у нее хорошо одна встреча да вот так так что девочки так очень надеюсь спасибо за ответ так добро добрый вечер не могу найти работу прям какая-то невезуха начинают паниковать а ну тут смотрите по работе мне кажется это не тот случай да да все то тут у нас все все идет из головы конечно тут очень много факторов может быть вообще люди мы притягиваем к себе сами какой-то негатив и иной раз для того чтобы понять почему что-то не идет надо заглянуть во внутрь себя не винить весь мир да в этом говорите там неплохо какая-то надо все-таки посмотреть что что не так где где я не так думаю куда я не так повернула возможно есть какая-то глубокая глубокий какой-то вопрос неразрешенный который в каком просто ну и опять же сейчас у вас есть ситуация у вас нет работы так наслаждайтесь этим наслаждайтесь вам сейчас дан вот именно этот опыт этот путь вам его необходимо пройти именно так это не значит что это не давайте оценку ситуации тогда вам будет легче у нас же в современном мире есть такая программа хорошо плохо успешно и неуспешно ну и можно дальше смотреть да это ваш путь только ваш и из каждой ситуации мы извлекаем опыт и это ваш опыт сейчас то что у вас нет работы да на данный период времени посмотрите на это как на опыт и насладитесь этим временем подобрали эти расходы поменяйте отношения побудьте в нем эта ситуация которая сделает вас поднимет вас на другой уровень это то что поможет вам развиться я сидела без работы на протяжении года хотя я человек с двумя высшими образованиями мне были уже достаточно своему возрасту я сидела уже на высоких должностях на момент когда я переехал в другого города у меня не было работы сначала у меня тоже было утопия что же мне делать как не быть я пыталась пыталась не понимаешь что мне не прет и все но не идет я максимально начала получать от этого удовольствие я начала развиваться начала читать книги начала прокачивать себя я начала себя я посмотрела на эту ситуацию по-другому я с благодарностью приняла то время когда мне не было работы понятно что нет работы нет финансов попробуйте выйти из этой ситуации по-другому найти понимаете опять же вот мы вот у меня нет работы все я в домике я сама бедная несчастная и сижу сижу так спасибо за ответ я бы очень хотел с вами связаться у меня еще дочь и заболела на завтра нас больницу ваш но это все просто не расстраивайтесь все будет хорошо так тут на английском не понимаю это моя тема я же переводчик сейчас я все переведу и по проблему вы изнутри бит пробным бы и файд рим сам-тайм ухаждая сушки по россии вся россия бухая чего вы переживаете очень очень много людей на самом деле пьют вообще когда мы курим пьем мы едим едает тоже один из способов получения легкого дофамина да все вредные привычки для меня еда это тоже вредная привычка я ну это это отдельная тема для разговора по поводу еды и когда мы закуриваем запиваем заедаем это вот именно заедаем закуриваем мы губим какую-то удаляем эту какую-то проблему туда и вовнутрь и пропускаем то есть мы дополняем вот этим вот но это как знаешь за нервничала покурила тебе легче стало ну якобы а на самом деле ты через 10 минут пошла опять покурила так или заела заела это я никак не получается с личной жизни все говорят красивая добрая так далее им таком и мужиков то много но что-то все не как помогите пожалуйста девочки сейчас скажу свой жизненный опыт в 35 лет я встретила только мужа у меня все подружки по выходили по два раза замужем уже куча было детей мой мое окружение все время говорили да что чтобы не так вроде бы и красавица и деньги зарабатываешь и и умная и там целеустремленная да что ж такое все же тебе все не так я была переборчивая все я ждала своего человека поэтому расслабься твой тебя тоже ищет не переживай все можно по-другому более философски стойлерами скажу вот опять же да кто возвращаясь к той ситуации во первых нужно принять ситуацию такой пока она есть сейчас так еще раз прижитая мужиков много но что-то все никак не клеится вопрос еще она были на данном этапе готова ли может быть социум давит на нее и опять же эта программа вот мне 33 а я не замужем у меня нет детей пара пара 20 не родила вернее 20 сражаешь ой рано родила в 35 старо родящие это программы социума программы которые вам навязывают и вот это тоже у меня нет мужчины как наслаждайся жизнью кафе наслаждайся тем что у тебя есть сейчас вот и все если тебе будет необходим этот опыт его тебе дадут не надо никого ждать надо быть самой собой и открывать себя наслаждаться собой любить себя ничего не ждать в определенный момент времени это откроется все самой придет и приятнее не планировать это потому что когда мы планируем и не получаем этого мы расстраивались кого-то факт я так этого хотела и вот это был глубокий мыслительный процесс происходит это планирование вот я выйду замуж там через десять лет мне в платье муж тра-та-та все а потом ты втюриваешься в такого человека который не оправдывает в их ожидании да и начиная что-то вот у тебя не водка не вообще не встречая начинаешь подгонять по тот свой образ но такой горчит от меня хочешь ты жмета это если она не втюрилась а просто вот он пришел да и неоправданное ожидание это еще хуже а бывает так что ты влюбляешься в человека и смотришь на него и думаешь блин вот я мечтала о такой принце а я рядом с тобой мне так хорошо так вот не надо никого ждать просто наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас будьте в моменте потому что вот вот момент один у нас другого нету мы не знаем что что будет за поворотом можете выйти выкинуть мусор встретить там блин своего человека а сейчас еще так скажу примите и полюбите себя потому что пока вы этого не сделайте пока вы не примите и не полюбите себя как можно вас полюбить и принять вот и все так добрый вечер какая приятная девушка просто прелесть так чувство искренности доброта привет девчонки вечерняя порция мотивация спасибо леночка я верю вам леночка я верю вопрос я верю вам доброе дня что затем а тема очень интересная знакомлю вас с интересной девчонкой которая возможно где-то может кому-то чем-то помочь вот присоединяйтесь очень приятная девушка спасибо большое ой вопрос я на поставил ничего страшного что затем а только пришла все потом посмотрите эфир сохраню ну так быстренько скажем мы говорим о том что есть люди и да и которые вот я сама таковы являюсь которые видят чуть больше чем обычный это не там это яснознание не экстрасенсорика ну или как угодно это называют и сейчас открываем вот такие интересные вопросы рассказываю про то как про миг рассказываю в общем про то что надо любить себя и наслаждаться жизнью в моменте они занимаются тяжелыми мысливыми процессами которые действуют вам на нервную систему это я да и съедает вашу душу и делают вашим органам намного хуже и ставят вам такие бешеные блоки в теле после которых вы чувствуете себя скованной и спрашиваете а почему у меня личной жизни клеится а может быть потому что ты вот такая вот да не открыта миру а ты откройся ему ты дай возможность быть дай возможность любить себя люби мир вдохновляйся вдохновляясь сама живи будь раскрепощенной и когда мы ищем тоже человека который вот многие говорят а вот я хочу встречи человека как правило это вот знаешь как какое-то заполнение тоже себя до заполнение чего-то недостающего необходимо сделать так чтобы тебе не хотелось этого то есть чтобы это было как данность да то есть ты встречала человека вот тебе с ним просто хорошо все тебе не нужно его восполнять вот лобковский на эту тему очень интересные вещи говорит я не знаю можно там да да конечно конечно лобковский там все просто человек да он немножко все-таки приземленный но он психолог он не смотрит какие-то такие глубокие вещи но у него достаточно интересные и четкие видения и он очень четко говорит как можно полюбить человека который не любит себя или это точно да поэтому можете посмотреть если блоки в вопрос про личную жизнь но и блоки есть у всех даже у меня они есть я работаю с собой ежедневно блоки есть у всех и они бывают накопленные не только не только приходят с детства но и наших прошлых жизней мы же отрабатываем здесь все связаться с нами можно будет я внизу оставлю номер телефона сфотографируемся сделаем красивую фотку напишем номер так они действительно помогают ну и у меня много камней дома у меня там пирамидки разные ну то есть я такое люблю все и все эти штучки поэтому я же овен девочки овны все любят блестящие камешки особенно бриллианты помнишь как мы с тобой тоже говорили по поводу свечей помогали камни помогать любая вещь абсолютно любая как заряда которая заряжена да и вот у недавно давай расскажем эту историю ксения купила себе свечу я купила себе свечу чтобы понимали она с полынью я просто прочитала что свеча с полынью если зажигаешь дома но она как бы убирает негатив там у меня просто два зеркала дома друг напротив другом не портал так ну кто-то приходит постоянно к у меня извини шастает мы уже привыкли что там кто-то ходит вот я думаю ну зажгу эту свечу и как раз я встретилась лена елена смотрит эту свечу говорит что ты сказала она говорит боже да эту свечу надо уже чистить и и кто-то делал с плохим энергетиками да то есть а воск он же впитывает калорий петель 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 все абсолютно все каждая вещь скажи а ты может значит значит можешь и заряжать какие-то предметы чтобы человек могу да а будет долго держаться это мою мою поле для жду да 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 почему нет да мы сами вы сами можете это все заряжать я умею менять структуру воды это каждый умеет просто не каждый помню структуру воды на самом деле левирует до воду дали что то что но это тоже можно было порассуждать и еще хотел сказать вот то же самое что я сказала ксении по поводу там свечей с полыни и прочее абсолютно любая свеча без разницы какая она даже купленная том же фикс прайсе она уже обладает определенной энергией да потому что это огонь неважно какая свеча куплены ли на церкви с полынию хоть с чем она будет без разницы а если я еще поддержит человек который находится ну вот с определенным полем на энергетическим у которого более сильное дам эффект конечно будет немножечко другой кстати тебя получился это сделать а я ничего не зажигала мне не дает мне ребенок дома так девочки вы очень добрые это чувствуется скажи скажи кто друг твой друг я скажу кто-то вы очень добрые это чувствуется так спасибо куда обратиться инстаграма нет я постараюсь размещу ее просто телефон пожалуйста будьте к ней очень как сказать на себе сильно что ли относитесь очень как маленького цветочка потому что она действительно очень потрясающий человек на вот сап telegram то есть да без проблем конечно будущее это как сказки на вот так на право резиновый вопрос про вангу а как же ванга ванга это это ясновидение у него удары ясновидение насколько я я не изучал ее историю насколько я помню она не пользовалась атрибутами нет не пользовалась она была слепая она она видела да 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 эти глаз людям которые просветлены светлые именно светлые да у нас же две стороны темные и светлые по-другому никак люди которые светлые не нужны атрибуты нам дают просто знание и видение и все так мне очень нравится дети алла пугачева и галкина они суррогатной мамы значит бог разрешает что ты думаешь про суррогатную маму? про суррогатную маму или про эко? просто свое мнение скажи я уже говорила своим подписчикам свое мнение абсолютно ну я зайду немножко более глубокой стороны мальчики-осеменители девочки это сосуд который вынашивает сосуд да вот так вот у нас изначально есть душа да душа которая как мы говорим ищет своих родителей и конкрет под конкретную душу ищет двух родителей четыре почему-то показала двух родителей мальчика и девочку и благодаря этому соитию происходит сосуд который может выдержать именно эту душу соответственно а в этом ну как бы это нормально в современном мире видимо ну да и и всегда это было то есть почему нет тут ну то есть искусственно когда а какая разница ну как бы какая разница кто воспитывает этих детей нет тут именно я имею ввиду то как они появляются не естественным путем а то есть взяли в лабораторию отделили там и опять же так было необходимо по-другому по-другому возможно было не создать именно этот сосуд под эту конкретную душу то есть ну тут тут уже друг и другие процессы сейчас и души другие души более мощные сейчас рождаются очень сильные дети сейчас идет такой тоже очень интересный период и и на самом деле сейчас встречаются люди с сильным энергетическим полем очень много просветленных людей но конечно тоже как-то же дети сильные должны появляться которые заряжены с фиолетовой аурой так ну как же мне говорили какие-то моменты и через некоторое время это сбывалось это же есть будущее формирование ситуации я думаю возможно это формирование ситуации подогнали уже по это поле да это информационное поле вы создаете не не создаете вы формируете ситуацию возможно это так лена мне очень нравится можно кратко как будет происходить с вами встречи если приехать сочи или из дома как вообще лучше если будет возможность приехать сочи просто замечательно встреча тет-тет это самое лучшее да и вы сами почувствуете и вам будет более ну как бы спокойнее да прежде если вы еще не связывались с такими вещами по видеосвязи вообще первая встреча должна быть тет-тет и я это говорю всем клиентам пациентам как ну а если не получится попробовать можно да на расстоянии по видеосвязи да да конечно по видеосвязи так дальше что у нас тут у меня сестра такая так венера вегетососудистая да да вегетососудистая у каждого есть панические атаки это другое там панические атаки были жесткие имеется ввиду слабая нервная система вот так сосудистая система она же влияет на нервную систему потому это все это все настолько связаны и взаимодействуют так как можно связаться телефон я оставлю повторяюсь еще раз классная лена и ксюша очень интересный человек я очень рада что вам понравилось друг друга так девочки я в вас влюбилась за вашу доброту я очень милый так в наше время это редкость спасибо что вы есть спасибо вам за теплые слова панические атаки тоже от идут смотрите и просто так как врачи не знали ее обследовали причем человека не так много денег в жизни есть и она на обследование столько потратила денег чтобы понимали да и в оконцовке ей ничего не поставили ничего не помогли выписали какие-то знаете транквилизатор в виде наркотиков каких-то да чтоб она хотя бы спала чтобы она она все время начала спать то есть вот такая муха ну чтобы как бы нервную систему притупить думали что как-то поможет вот она без таблеток вот после лены она без таблеток и спит хорошо и все у нее отлично поэтому ну это мои мое наблюдение это уже два человека которых я увидела какие идут плюсы ну именно да это то что я увидела и поэтому я решила показать ее миру немножко да пусть нас немного смотрят людей но мне кажется что они должны узнать смотрят те кому это необходимо панические атаки могут научиться можно научиться контролировать нет панических атак не существует вообще не существует никаких ВСД ВСД и прочего это все понимаете отговорки и когда ко мне пришла эта девушка говорит там я больна я говорю ты не больна ты нормальная ты такая ты нормальная ты сама придумываешь себе какие-то вещи понимаете это тоже идет как психосоматика мы вот настолько просто в этот момент человеку хотелось быть такой обратить на себя внимание так и когда она пришла и вот он и говорит что я вот такая мне не могут помочь психолога потому что ты нормальная поэтому тебе помогут что нормальная ты нормальная ты вот решила вот таким образом сейчас прожить так спасибо как можно встретить встретиться с Еленой можно ли узнать контакт это я писала 5 лет болею не знаю как потому мот ну вы созвонитесь и потом вы договоритесь как вы вы дальше уже у вас падали пойдет как-то разговоры работа или не пойдет ничего там страшного не нет такого если вы если даже не получится вам как-то найти точки соприкосновения вы зато попробовали я думаю получится нет детей не могу за беременеть и тут смотрите я могу сказать эти слова которые наверное я тебе послушайте я знаю одно я чувствую ребенка но это я чувствую свою свою душу рядышком я знаю что он рядом и он появится тогда когда ему нужно поэтому я отпустила ситуацию поэтому когда начали все писать а вы беременная не беременная я не могу и сказать что нет потому что я хочу этого и вы так тронут тронули всю вселенную все отовсюду все меня поздравляют а я боюсь могу еще отказаться боюсь сказать нет потому что я хочу конечно же да ну ну чё я буду обманывать действительно пока это не так и я это буду тщательно скрывает до последнего и вы узнаете от и об этом только когда уже у меня я не смогу это никак физически скрывать вот но прошу вас пожалуйста не занимайте мне этим моментом конечно же я безумно хочу ребенка но я понимаю чем больше я это так требую от себя тем больше я отгоняю этот весь случай поэтому я до отпустила ситуацию живу как мне нравится наслаждаюсь тем временем пока у нас нет детей с мужем мы будем путешествовать мы будем заниматься делами развитием и так далее я найду куда направить свою энергию а вот появится когда ему уже нужно будет вот так что все будет хорошо так а если хочешь сменить работу но есть страх что что-то поменять страха нет вообще вы что страха нет вы не существует в принципе это вот вам так хочется это вычет придумываете как муж мой говорит страха нет боли нет ничего вообще ничего нет я его поддерживаю как понять что пора что-то менять вот если вы чувствуете что вы сидите в трясине вас все раздражает и вы все знаете берешь и меняешь кардинально меняешь место жительства меняешь отношения если они превратились просто в рутину и в ужасные отношения где нет уважения нет любви уже нет ничего не бойтесь сделать шаг неизвестность в эти зоны комфорта это прекрасно когда вы меняете свою жизнь и она становится намного глупую и за приятнее намного интереснее люди вокруг встречаются и вы меняетесь внутри вы вибрируете по-другому потому что у вас есть вот это у я что будет завтра у вас интерес появляется к жизни на извольте себе быть да быть здесь и сейчас совершайте все что вам уже не привет как последнее время я сама себя не узнаю каждый день рево и ничто не хочу так и ничто не хочу ним не могу делать нет сил как будет как будто на нервовсе возможно подсос просто может какой-нибудь вампире он из который вас подсасывает и вы позволяете кстати а ты скажешь ты убираешь этих вампиров конечно вайсал сосок до вампирские пересоски ой это определенный отряд людей есть вампиры осознанные те которые осознанно нас прям которые питаются энергетическим полем человека а есть вампиры неосознанно каждый день сталкиваюсь вот даже сегодня и иногда и меня не уже сложно конечно выбить я уже как я вижу их вот на практически на каждом человеке вот все кто прошли через мои руки а их уже было ну наверное порядка 30 человек наверно точно прошло где-то так на каждом была вампирская присоска как каждого кто-то сосет плюс знаете бывает так даже просто вот в клубе вы встречаетесь я сейчас наверно большинство все таки женщин да здесь на девушке только у Жени по-моему у нас мужчина тоже иногда полезно потому что женщины тоже они еще страшнее чем мужчины если они вампиры даже где-то в клубе да вы взаимодействуете с мальчиком он немножечко может быть какой-то вот сразу видно тяжелый взгляд и есть очень интересное такое прикосновение я сейчас покажу на ксюш это между лопаток то есть человек подходит его так вот раз два тебя стукает между лопаток там как раз и да ну вот так вот вот здесь вот так то есть он обнимает тебя да и делает так раз два все вот на этом месте вот как раз на между лопаток ставятся вампирские присоски почему там потому что это вот как одно из самых уязвимых мест с точки зрения энергетического поля вот и туда присасывается и он начинает сосать и присосавшись однажды до сказал что-то он вас уже тянет на расстояние то есть это уже происходит бесконтактно это не надо обязательно сидеть и быть рядом с человеком он уже в его поле это делают как осознанно так и неосознанно мы запереди походу мне тоже дар открылся жаня пишет я не пью вообще ксюшенька больше вот блин как-то очень горой не очень хороший парень а ну как-то ну такой он просто одинокий и нет нет загульный если я очень рада но это мешает ему в жизни так как он теряет работу у него все там тарарам летит ну значит дело не и в алкоголе все-таки в алкоголе в алкоголе но нет изначально коллеги мы да нет изначально вопрос в нем вопрос первый что он замещает алкоголем спорт даже нет какую проблему он запевал одинокий он хочет любиться я хочу девочки кстати на обратите внимание от евгений такой в кепочке я здесь евгений приезжай файл разно он здесь а что же не здесь женька ну ты тебя надо кстати выпуск на конечно обязательно ну ты что вообще леночка восемь месяцев назад с мужем похоронили дочку 16 годиков перестала жить не могу это принять и поверить началась проблемы сердца пустите может понятно как женщина может это отпустить ужас слова убираем из обихода да помню принять надо и это однозначно надо принять потому что жизнь то она идет вперед и ну у ребенка у души был такой путь короткий путь так тоже бывает чтобы отработать не до отработал в той жизни возможно нужно было плюс это какая-то твоя кармическая задача которую ты должна была тоже пройти поэтому надо просто надо принять и надо отпустить потому что пока мы не отпускаем души которые уходят от нас они не могут реинкарнироваться и пройти дальше слезами когда-то держит ну да да но это больше эгоизм на и но у этой ну да это тоже определенная программа тут надо если тебе если вдруг тебе захочется откликнется я ты мне позвони и мы с тобой поговорим я на фото более глубже дамы с тобой посмотрим это все так мы в этот момент уходим невежество теряем это по поводу наверное этот вампирских присуток не знаю может быть алкоголь чистая психология не более как хотите считайте молодежь им все правильно говорите так же инка женька девочки давайте иногда проверять проводить на мой эфире на тему а какие подумают на у нас тем давайте я просто извините мне слепит вот этот вот шанс это далее я немножко щурить не могу по ней чуть печенки вот давайте давайте ксюжей сохрани эфир обязательно обязательно я оставлю контакт до красоту это шо смотрели фильм секрет про желание нет я не а если человек может выйти из горя ну значит ему хочется там быть пусть будет в горе то есть мы вас на все идет у нас от головы получается да хочется там быть пусть будет он проходит свой путь свой опыт вот хочется ему там быть в горе вот пусть я тоже где при сухе девочки сидела много лет и думала блин какая же мне просто нужно было уехать с из москвы сочи потому что там солнца не было я поняла я депрессировала и поэтому та квартира плохая надо другую другую квартиру сделала сделала ремонт въехала месяц-два живу вообще не то я пыталась сама себе да сама себе разукрасить мир а нужно было просто уехать где солнце и все мир раскрасился раскрасился в секунду дониме раскрасил ты изменилась это понимаешь ты попала в то место в котором ты должна была быть всеми потоками энергии которые тебе нужны уже на этот момент это потому что то место ты переросла все уже все тебе уже нужно было идти дальше это типичная психология ксюша вы похожи на эшелона эшелона кто такой баку из эшелона кто она по гороскопу наверно ты до долей водолея на здравствуйте ксения единиц привет денчик алмаз камень овна ясно я ношу бриллианты только так панические атаки тоже программа панические атаки вот это тоже как раз это нервная система понимаете когда тело сопротивляется да и психка то есть вы что-то сами себе придумываете накручивать эту эту проблему и она у вас выходит через тело вот так вот то есть тело вроде бы как бы дело сопротивляется она не понимает что происходит потом происходит паническая так а мамуля моя так сохраняя сохраню конечно эфир как же так чистить купленные штуки тогда купленные штуки ну человек который находится на более каких-то ну низких вибрациях то он этого не чувствует и видите многие даже не придают значения тому что несет та или иная вещь купленная если говорить например о каких-то золотых вещах вот там сережки это можно чистить в воде вода очень хорошо почему-то мой крестик ты сказала переплавить ну твой крестик да нет помнишь я тебе сказал что если ты просто к его хочешь куда-то отдать да то ему носить уже нельзя да зачем тебе ну красивенький так бриллиант если хочешь носить тогда ты переплатил что-нибудь сделать с ней а так воду опускайте ну брюлики вода хорошо чистит прямо на два-три дня можно положить воду пусть она немножко то есть энергетически произойдет разрядка а какие-то вещи там ну такие вот свечи и прочее ну чистят такие как я так все потрясающе да ты вообще красотка я тоже на тебя смотрю ванга владела впадала в транс но она она мне кажется в нем и и жила в этом трансе но это не транс это потоки в потоке это она попадала в потоке которая шла к ней информация к там как там транспорта и жила ничего не видела вас астрал в астрал до другое измерение так как зажигать лампочку тоже огонь это хорошо нам лампа а лампадку конечно да это тоже огонь и ванге через кусочек сахара получала информацию просила человека подержать его в руках но у меня был такой метод да у всех по-разному ну как бы без разницы он ванга от бесов это вопрос и на скорее то наверно наверно вам что вы думаете об серверах это измерение зачем туда ходить интересуются видишь наверное мы вошли наша планета но понимаете многие процессы происходят вне зависимости от нас мы не можем контролировать это же задумываться они у меня я о таких вещах не задумываюсь то есть я просто я в принятии мы перешли и перешли сейчас вообще а мы ничего изменить не можем нет и зачем об этом думать зачем вам засорять в голову то что изменить невозможно мыслительным процессом просто чувствуйте себя и находите ту волну то есть подайте в нее путем будьте в течение я люблю сашу задойного я тоже его люблю какое совпадение да да мы с вами вообще на одной волне так но с украиной не так я просто не приедем это нереально ну вот по телефону тогда звоните вайпер или там нет вайпер нет ватсап и телеграмм так говорят крещеным нельзя общаться с ясновидящим правильно да нет неправильно неправда я и крещеная и венчаная и верующая и вообще почему это что что здесь такого но если человек как бы видит какая разница не надо лезть в будущее сильно не надо интересоваться мне кажется вот это вот так так давайте читать потому что у меня уже все глаза устали так у меня панической атаки но сейчас реже но теперь я страдаю тревожностью просыпаюсь беспокойство его быстро надо выяснить причину появления этих моментов поработать с ними и вытащить их из тела первым вытащить из головы посмотреть я не сидят что с этим связано вот тоже те кто писали что это психология в какой-то степени это все взаимосвязано психология психосоматика телесно-ориентированная терапия да ясновидение яснознание вопрос в другом если психология требует длительных процессов да когда мы сидим и мы начинаем эту проблему выкапывать то есть мы разговариваем с человеком сеанс по 35 до для того чтобы понять причину появления той или иной ситуации мы много говорим в моем случае вам говорить не обязательно вы приходите я вижу уже 10 день ваш вопрос и мне не нужно пять сеансов для того чтобы из вас в это вытащить не нужно просто посмотреть и вот так здесь это и есть и надо просто выявить причину появления этого всего это все по телефону можно так суши пожалуйста помоги на эти собаки это уже твой москва москва молодых ребята не могу с москвой смотрите я выставляла полу пола надо я на самом деле тумаков столько получила вообще люди меня так так интересно мою вот это мою любовь к животным переворачивает на самом деле что я чуть ли там не пропагандирую что я хочу всех усыплять псов пропагандировать какой-то бред я просто призываю людей чтобы люди были ответственные и за всех своих животных даже дворняги не дворняги поверьте собака даже дворняжка намного круче будет чем возможно вы в питомнике купите пса потому что до искусственно выведен потому что она знает что такой голод и холод она никогда не забудет что вы ее приняли свою семью и ответ и вам отплатит до конца жизни такой верностью и любовью что дорогого стоит искусственно выращенные тоже собаки не по я не говорю что неплохие просто дворняжки я не могу с москвой ничем помочь репостить не могу пока простите пожалуйста москве очень много приюта может быть как-то в приют ее можно сильно большая маленькая может быть как-то на передержке где-то верите ли вы в судьбу я верю вот сашка пожалуйста шла шла и нашла кто бы знал переехала же ты переехала сначала саша доехал год за что два года назад приехал я приехал год назад задойного видела может быть лет десять назад в телевизоре я говорю мам неплохой парень может ходить забрать его она горит и черно какой дом 2 ты там поддержали уйма все 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 это все что я сказала что он неплохой парень вот спустя там сколько лет десять туда туда думал кто мог подумать никто никого не искал не не ждал вот так вот она случилась и все вы поверьте как только я перестала кого-то искать а я приехала в город начала заниматься как прижиться здесь как найти работу туда-сюда и вот он сам как-то шик появился да все и все изменилось а когда я целенаправильно шла ходила в ресторан этом чтобы познакомиться там или еще такую вообще ли сама цель была да она цель была вообще чу попала так добрый вечер лена слушаю вас и понимаю что я хочу с вами поговорить так от вас искорить что-то доброе притягивающее вот вот такое я люблю да вот знать надо значит надо на человек который чувствует нужно человеку помочь или нет она не это не сами чувствуют и люди сами приходят да да сами приходите выгадаете нет нет так давай я прочитаю не напрягай глаза же так страшно когда адреналин кровь резко выплескивается пульс 150 страшно так что хочет скорее умереть уже но это это паническая атака это действие тела то есть это нормально понимаете включается в теле определенные щелчок у меня один раз была паническая атака она была знаете на фоне ковида то есть вдруг резко я сижу до а нет я да я вышла на улицу ну я тоже как-нибудь если будут еще эфиры я поподробнее расскажу о своем пути хотя особо у меня нет желание за прошлое в общем был у меня опыт это такое я понимаю чем вы говорите когда тело просто вот оно прям входит в защитную реакцию то есть происходит некоторые моменты в психике в разуме да ты начинаешь себя накручивать 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 и тело дает тебе защитную реакцию он так как как знаете как всплеск так как теперь сказали на бах и все и у тебя вот этот вот блок а здесь то это все крутится и это настолько непонятная ситуация от этого можно уйти опять же понять причину вследствие появления этого всего вот и все так леночка я очень сильно болею у меня постоянно головокружение если будет возможность то приеду летом соль не тяните то вы не тяните дави этого позвоните да если есть а потом вы приедете может закрепить если нужно будет это все да елена вы от огромного желания занимаетесь этим как вы к этому пришли у меня есть дар у меня есть способности и я делюсь с этим я не скрываю себя как да я не делюсь этим социуме да но тем людям которые необходимым которым действительно нужно помочь я помогаю ребят это я настояла чтобы я познакомила правда она не ведет не instagram ничего вот она вот такой человек вот кто к ней приходит в жизни тому она и помогает поэтому это было мое исключительно желание но я настояла в ее нужно показать миру потому что есть много людей которым нужна помощь на самом деле жизнь у меня очень насыщенная интересная и у меня был instagram я делилась когда своими фотографиями своей жизнью но сейчас просто у меня нет желания этого делать поэтому мне даже времени навешать так как бороться со страхами с ними не надо бороться их надо принять и понять что их нет вот и все их нет это то что вы придумываете в голове сами вы ставите эти барьеры блоки самостоятельно все что у вас все получится самое главное верить то я верю я верю поверьте просто то что он почему начался ажиотаж про беременность я даже не поняла откуда это пошло я смотрю в актуально бац-бац-бац я думаю блин а сказать нет вы умеешь простите что я долго томила этом какой-то можете не делит неделю-две я просто ну я пыталась сказать что я не говорила и такой информации мы с моего инстаграма не было но не могла отвергнуть понимаете сразу не могла потому что мне очень нравилось это состояние что меня поздравляют и я думаю может быть уже и да а я не знаю как то так так если хочешь развестись и что-то останавливать то же время ничего не держит хочешь разводись опять вспоминайте лобковского иногда мне не надо ничего говорить просто вот есть делать и только то что вам хочется понимаете это называется здоровый эгоизм делайте чувствуйте себя если вам хочется если у вас действительно есть такое желание менять свою жизнь и между прочим тоже развилась год назад мне так захотелось я взяла и сделаю тебе идет этот цвет спасибо большое как найти внутреннее дыхание для новых дней всегда уставше тоже скорее всего есть какие-то кто-то посадочные да вещи которые вас высасывают я думаю что даже у вас есть сами где-то блокируете себя в определенных моментах но когда ты сильно устаешь и не высыпаешься это первый признак того что у вас есть вампирюга который вас мне недавно во сне голос говорил ваш цивилизация развивается по пути юпитера только без ее высшей миссии теперь думаю ну интересно и и на тоже ко мне приходят интересные люди я им говорю вы видите картинки вам приходят сны вы думаете что вы больная или больной но на самом деле нет быть такой вот вы такой вы что-то видите чувствуете что надо фильтровать информацию кому и как это говорить но у нас есть источник который через который к нам приходит некая информация просто информация о том что нам приходит информация из какого-то источника приходит не всем да и не каждый поймет такие вещи поэтому это интересное поговорила кстати на эту тему чего там если будет интересно тоже напишите мне там про юпитер что-то было а если вампир один из родителей это часто это тоже так же это нормально это норма это нормально да точно и вы можете быть вампиром для своего ребенка даже есть такие случаи когда родители настолько привязаны к детям они оставляют свою присоску будучи уже в другом измерении до будучи уже не на земле и они не инкарнированы они вот до сих пор существует привязка и не тащит ну как мы говорим с того света да но с другого земли тоже есть такое господи давай я читаю только не могла забелеменеть сделали а делали кое во время схваток малыш умер все время было что вдруг с ним что случится так и вышло думаете это связано вы имеете ввиду притянули взялом из ланшу нет возможно вы просто чувствовали что что-то происходит ну и опять же страх страх притягивает страх поэтому меньше страха меньше старайтесь это все минимизировать есть вещи которые смотри уже это уже понял спасибо за присоски я все поняла вот пожалуйста ну да вот видите так же не а как убрать эти присоски на домашних условиях никак нельзя чистку производить это это все энергетически то есть это на уровне тонких тел да но ты это можешь на расстоянии сделать до изи она может это сделать на расстоянии и я просто могу свою историю рассказать я еще не была знакома с леночкой у меня была такая ситуация еще жила в москве у меня было очень подавно и подавленное состояние как-то изменил меня появился сосед который мне сказал слушай можно в этом фотографии покажу я связалась с человеком по телефону он что-то сделал я через два дня поняла что и меня видят люди то есть я ходила как тень меня видят люди меня хотят все потрогать я улыбаюсь я хожу дышу по-другому просто брать присоску все да я у я вообще под дышать начал по-другому девочки с кем познакомились женькой женью жене познакомить можно от присосок освободиться но если вы энергетически сильные можно освободиться можно проработать да все верно ты все же вот женя же не видишь так тезка вот и жень тебя же не познакомить женья кстати это женечка приехала благодаря моим сторисом сочи с дочкой просто взяла поменяла жизнь не работает и живет здесь так чтобы так бывает так и вдохновляю девчонок на переезд сочи так причем такой путь душа ребенка выбирает сама душа дальней душа ребенка душа нет не не то что сама у нее есть и у души есть определенные задачи она проходит именно вот эту задачу данный момент с именно в этой реинкарнации так оказали что ты не обещала с кем не познакомь так вот вот знакомься же не душа ребенка ангелу бога под крылом едем хорошо но тут уже дай тоже пока и виденье да тут своя философия право первого подруги пожалуйста я уже достаточно наверно муж тянет все из меня возможно смотрите как действуют вампиры я вам расскажу самую такую топовую да тут топовую методу как действовать вампиры во первых они называют более слабых людей собак энергетически на эмоции то есть это крик это гнев и как только бы почему слабых они выбирают сильных чтобы потом потом они просто знают как вытянуть энергию сильный человек не поддает сильный осознанный человек он не поддастся на вампирскую присоску ну как будто я вижу этих вампиров уже и я не даю им повода себя зацепить а когда есть за что зацепить он на вас кричит и вы реагируете вот этим да то есть вы позволяете во первых ему на себя кричать и во вторых вы выходите на эмоции в этот момент он зацепляет прицепляется начинает высасывать вот это вот методика они вызывают эмоции любые будь то слезы будь то крик будет выводят на эмоциональное состояние зацеплять начинают высасывать даже посещение церкви разве не изрекают не так не избавляет от вампиризма нет посещение церкви это тоже отдельная тема церва себя большой вам я стараюсь ее отпустить лично отпустили вы только сделаете добро себе ей как увеличится от каких абьюзивных отношений и измен прошло два года отпустить да полюбить себя потому что вам изменять я не в априори не должен да когда человек себя любит ну да он не позволит просто если человек пытается вас сравнить это оскорбительно если вы будете достаточно себя любить вы объясните человеку если он пошел на лево да сведо сразу по поводу измен тоже да это такое дело изменяет ведь ну нет любви когда ты любишь человека действительно любишь искренне то есть это не какие-то эмоциональные чувства это такая чистая до душевная любовь нет смысла изменять измена но тут это тоже такая достаточно глубокая тема вы просто чувствуете себя в первую очередь полюбите себя и поймите нужно ли вам это или нет насчет эмпиризма очень интересно спасибо когда я в хорошем настроении подъем сил одна подруга вспоминает не о это вообще да это тоже очень интересная схема они так действуют у меня есть подруга на тоже вот подпитаться да да нет у нее была такая история по поводу работы у него есть коллега которая иногда резко вспоминает что она существует когда она идет на подъеме она ей звонит и начинает ее вам перед присасывается и у моей подруги идет какой-то спа мы тоже работали с ней и вот буквально недавно вот и избавляли ее от этой прекрасной особы тоже хочу переехать не могу решиться из-за работы значит не время будет время приедете как обычно привет сомска минус 37 но у нас дождик на плюс 13 нормально всем да привет моя милая яночка вот смотри я знаю тебя это моя новая подружка леночка она работает на тонком уровне с блоками совсем на свете да это ну очень интересный человек поэтому я тебе советую с ней потом связаться телефон я оставлю внизу или меня наберешь я тебе все скажу а когда действительно есть причина для панических атак 15 лет героин чего героин что героин героин единственная сцена сейчас ремиссии 7 лет а нервов нет переживает за сына на героине получается сидит что ли сын или что 15 лет героин и и единственного солнца ну да вы не поняла он что живу нет ничего не поняла он сидит сидит на и на героине скорее всего даже реми ремиссия 7 лет а что такое ремиссия это когда он не употребляет а да и правильно трактую они нервов нет мне 69 но опять же тут тоже по поводу детей поймите мы не принадлежим своим родителям родителям не принадлежат своим детям мы у нас нет возможности менять и как-то перекодировать человека поэтому надо просто его отпустить не то что прямо отпустить да вот так взять и забыть этого сына просто опять же он проходит это это его дело он проходит с вот его путь хочешь так и живи а вы вы же помогали ему а то что вы нервничаете и пускаете очень много мыслей своего голову вы этим не измените ситуацию понимаете вы можете единственное показать через себя через как какие-то свои новые сознания через становление себя ему другой путь жизненный показать ему жизнь с другой стороны вот и все я великий маг завтра будет среда вот увидите заклинаю повеселил давать и так две девочки верующие все понятно почему нет инстаграма лена потому что на ее надо конечно подсадить на инстаграм хотя бы чтобы общение у меня и у меня есть инстаграм но он немножко вдруг до рабочий просто профиль но она занимается не эти мы посмотрим она этим не зарабатывает друзья мои вот просто это и у нее есть дары поэтому и вас и знакомлю с ней добрый вечер подскажите вы работаете сыновид и сыновид и сыновид и если мы этим романой работаем все проблемы тут с детстве проблем идут с головы вот так да очень много споров про так про перевал дятлова они убежали раздетыми на мороз и в палатке и да и погибли в горах место там страшное место туда не ходит и есть вершина там и нового приземлилась вы затронули одну из самых интересных тем для разговора для меня я интересовалась этим перевалом кстати но не просматривала уже в своем новом проявлении своих новых так сказать осознания да это действительно очень интересная история там есть очень 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 много моментов да и очень много версий происходящего я не скажу там какое-то такое место просто кстати надо надо поинтересоваться этим вопросом с точки зрения энергетики посмотреть интересная тема да я я я изучал этот вопрос я смотрел художественный фильм или литературу и прочее женек пишет ксюшенко делать такие совместные эфиры с леночкой очень все верно говорите от вас прям чисто добрый энергетика и полезная информация поможет многим Женя ты мне уже нравишься он хороший хороший парень можно собаку на выставку чё по пристройству собак я не знаю наверное немножко непонятно сформулируйте по другому предложение можно собаку на выставку по пристройству собак ничего не поняла ладно какая-то идея может быть Дина где отмахну день рождения отмечать день рождения где будете отмечать это очень интересный вопрос у меня да она хочет на мальдин да в москве бывают выставки по пристройству а я же в москве не бываю ну вот сейчас может быть поеду там если нас пригласят на ББ а так я в москву вообще вот это Бородина против Гусовой кстати мама я если что приеду 15 числа мы когда познакомились с ксуши да я вообще я сама не смотрю дом 2 и это я не знаю как я там оказалась да это просто я искренне жду каких-то до звонков если действительно вам нужна помощь девочки телефон она не давала я оставлю я сохраню видео оставлю внизу просто связывайтесь не напрямую но прошу вас будьте к ней очень милосердно пожалуйста да не мучайте ее просто по пустякам если действительно какие-то есть проблемы не там как когда у меня будет не буду смотреть да и там фотографии и прочее ну это это сила это это энергии то есть по существу я хороших людей должно быть как можно больше в нашей жизни спасибо девочку и вам огромное благодарю как меня научили а я сейбо это спаси бог не надо нас спасать благодарить надо планы помогаете людям вам бог поможет за добрые дела сто процентов девочки так после смерти ребенок очень переживаю депрессия жуткая сижу на транквилизаторах транквилизаторы это просто подавление нервной системы ну это да чтобы вас ума не сошли просто это это подавление нервной системы которая действует еще и на печень и перекодировку происходит там так достаточно такая тоже интересная трансформация происходит вообще из-за любого действия медикамента вам просто возможно тоже необходимо как-то пересмотреть пересмотреть отношение к этому всему и самое важное принять так если вам есть если сказали тебе что в будущем у тебя родится больной ребенок можно этому верить будущего его нет понимаете нет и единственное вы можете сформировать эту программу не то что верить вы как только вы запускаете эту мысль вы запускайте формирование отпускайте эту мысль это бред это полный бред без формирования будущих ситуаций понимаете живите в чистом светлом моменте настоящего отпускайте мысль о будущем нет смысла вообще об этом говорить так я не знаю как из этого состояния выйти когда кажется что сюда схожу с ума это по поводу смерть ребенка да это девушку не знаю наверное скорее всего ну вы если у вас есть какой-то если то есть есть какой-то отклик ко мне вы можете мне написать мы с вами поговорим если нет ну так можно ли развивать и дар ясно виднее конечно можно а для чего вам надо если он если он есть у человека она же может вот и есть люди которым надо ничего развивать она сама открывается но он открывается когда когда человек прекращает заземляться нет на самом деле дар он открывается тогда когда человек готов неважно есть он не есть есть люди которые едят мясо пьют алкоголь курят и прочее у них есть дар ясновидение открывать ничего не нужно поймите это огромная ответственность это огромная ответственность так что у вас дар ясновидение понимаете надо быть привыкшим к тому что вы можете сидеть за столом и рядом с вами будут сидеть миллион просто тысячу душ да и непонятных каких-то фигур готовы ли вы к этому вы хотите этого конечно мы можем это открыть даже я могу помочь ну как бы открыть это только для чего вам это нужно это огромная ответственность так у них у меня леночка леночку я уже представляла вы на пропустили посмотрите заново эфир так и дельскоть силы что делать не взять силы чтобы все это захотеть но это это вопрос себе задайте что вам нужно захотите просто и все живите здесь и сейчас мы не можем ответить на этот вопрос по поводу девочки во сколько стоит убрать присоски и так далее нету фиксированной цены нету сфиксированного фикса нет просто сколько посчитаете нужен да и все если кто-то в сочи вы не можете не просто деньгами можете как-то отблагодарить по другому человека мандаринами мандаринами но на самом деле нет в любом случае любой труд должен хоть как-то быть вознагражден я так скажу а там конечно все на вашей у вас такой яркий мейк у меня такие яркие волосы девочки меня обязывает они может так можно верить в тому а нам уже ответили на этот вопрос там уже ответили я я понимаю чем идет речь то маму надо принять вот там про поводу маму что если мама вампир надо меня тоже принять принять такой к она есть и все просто просто не давать повод больше присасываться убрать эту пришел сашулечка вероника дамы и девчонки моя крестница давай прочитаю вы такую ерунду спрашиваете все равно что можно есть хлеб это ваше право верьте создавать программ вселенная запишет распознает как ваш желание это не тебе было написано да я просто прочитала да 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 и она вычитали андреева роза а по поводу чтения определенный момент времени читал много книг сейчас мне нет необходимости читать мне есть информация которая приходит ко мне сама это книги это мысли других людей свою мы пишем сами есть очень интересный видеоролик я кстати очень хочу познакомиться с этим парнем помнишь которого тебя скидывал это такой лучезарный интересный человек вот это его слова книги это мысли других людей с вами пишите сами минск здравствуйте сейчас мы его найдем может найдем надо посмотрите фильм документальный секрет про исполнение желания смотрела до мечтала к миле давала фарт это это все это я секрет я подарила вот у меня крест сейчас смотрит этот эфир я подарила когда я наверно лет десять было я сказала дочь это тебе настольная книга вот с десяти лет ребенок у меня читает эту книгу каждый раз перечитывая она и приходит по-новому так как у нее мозги уже по-другому дальше света 15 лет почти 15 15 лет она уже по-другому я надеюсь она и и перечитает так санкт-петербург так синие глаза очень вставшие у вас до мне нет и зрели лучше цвет сильно да поэтому кажется так я уже хочу ее спрятать это то что и напрягал так леночка то тебе вопрос до пару раз в моей жизни была такая ситуация у меня ночью сковала не могла говорить давайте станете давай давай да и пошевельнуться при этом чувствовала высушенность рядом что это он точно сущность девочки бывает я даже чувствую скорее всего у вас тоже есть какие-то способности более развитые энергетическое поле до вибрационные какие-то моменты более высокие высокого уровня и вы это чувствуете есть бывает и такое да не пускайте страх его нет примите это как ну вот если ты такой это странно заряда то у нас разряжается он телефон можно долго сидим и часок уже нам так подсели до зеленом да да так на что идет нет а туда-туда-туда так все пошло ну да какой-то совместный уже там там уже да между собой за бочек какая стоимость нет фиксированной цены я помогаю помогает да она помогает вам а вы по как считаете просто дарите подарок какой хотите да просто от себя как вы считаете насколько вы считаете нужным вот и все конечно обратимся с работа так у вас вы научите говорили леночка поцелованная богом так бабушка моего мужа лечила людей она передала свой дар внуку готов лечить людей не знаю чего начать не надо как-то чего-то начинать это сама все придет мне это с детства было я и не были такие всякие интересные штуки заходила в автобус и понимала что я слышу мыслей людей кстати дети когда да это начинается с детства дети более чистые и не у них нет столько программ ну да сами понимаете да то есть мы же идем определенный путь у нас уже идет нарастание социума программы социума свои какие-то опыт очень много ситуаций происходит мы блокируем себя свои моменты а у детей дети были чистые в этом плане они еще не нахватавшиеся вот я тоже заходила в автобус и слышал но я думаю что это все фантазия я оказывается слышал если людей вот не надо с чего-то начинать она придет он сам почувствует а возможно придет тот человек который прямо научит и поставит его на тот путь который по которым он должен идти вот мне так же получилось так расскажите о деньгах как нужно их к ним относиться нужно ли их копить или наоборот все тратить к чувствуете как вам хочется живите так вам хочется понимаете нет программ хотите играть и хотите нет как уходно я это так желаю это ваша жизнь это ваш путь то ваш опыт пробуйте все живите так вот как вам хочется не смотрите ни на кого не обращайте внимание только вы только ваш путь вот и все леночка скажите вы когда видите человека вы сразу видите что беспокойно сразу не болит подключаясь к нему я не делаю это беспорядочно это дело только тогда когда это необходимо вот я забираете вести инстаграм нет хотя мне у ксении говорить на 1 1 бы нет у меня нет желания вести мы будем встречаться моим инстаграм с ней да это будет эффективнее девочки добрый вечер лена вы такая молодец я смотрела на вас когда вы с сашей не не лена все же ксюша да да очень умная мудрая девушка все саш хвалили а у вас с ним так все хорошо счастье вам спасибо большое спасибо спасибо ксюша там вот девушка потом написано за ничего 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 девочки приветики как бороться с паническими атаками позвоните позвоните она с вами поработать и возможно она вам поможет потому что моей подруге она помогла именно с такой же проблемы которые мучила и очень много лет как этим разговором у нас уже окончание идем а загадывать немножко так давайте давайте мы пролистаем вот такие самые большие вопросы прочитаем минимум уже будем отвечать мы еще если вам если вам интересно вы потом под эфиром оставьте свое свои отзывы я хочу понять если вам зашло это мы будем еще делать прямые эфиры и темы какие-то даете вы можете накидывать мы мы это все будем развивать так так как обрали до обратите на меня внимание как вы а я вернули соединил девочка моя все увидишь в я все сохраню сейчас вы скажете как присосок убрать вот так все она убирает их даже на расстоянии звоните ей никаких фиксированных цен нет никто ничем не торгует удел смотрите я просто еще раз объясню кто присоединился девочки есть до которого которым она не кричит это я захотела прокричать потому что она действительно должна это развивать и помогать людям но она помо она в любом случае живет и кто-то ей приходит в жизни которым она помогает людям но нас же больше и если у нее есть такой ресурс что не обязательно с человеком видится она может на расстоянии я подумала что это может быть полезно для вас вот и все это был моё моё толчок да да мое там в топотение ногами и наставление чтобы она пошла ко мне навстречу вот поэтому она сейчас здесь и я думаю она вам очень сильно понравилось так сейчас еще просто прям мать не так самое важное мой придет нет завтра вечером можно позвонить видео связаться не буду читать до конца как чувствуете связываетесь напишите и да и разберемся до телефон я и наставлю ждем эфире обязательно прям вот так раз номер оставит ксения так ну все последние два это чисто телефон разорвется у леночки много пожалуйста и щадите я вас очень прошу ну в рамках разумного естественно очень леночка понравились благодарю да есть есть личная жизнь я отвечу как только как у меня будет возможность и да и все на это понимаю видишь нас подводит все мои хорошие я очень благодарна что вы были все с нами надеюсь вам понравилась лентика потому что она не может не понравится я сейчас под видео напишу ее телефон там есть чтобы вот ватсап да если бы за границей ватсап телеграмм ватсап и телеграмм да пожалуйста делим время ну мы тоже напишем в какое время можно мне писать да в другое время писать мне бессмысленно да мы живем по москве по и да мы сейчас все это опишем вот все тебе благодарят я тоже вас благодарю молодцы благо дарим не спасаем а благо дарим благодарим это очень здорово все мои хорошие всех обнимаю пока